Ну, Георгий Юрьевич, то есть все уже, да, получается? Я совсем, да? Что антидепрессанты принимать мне? Ой, прям обязательно, да? Ну, они же сильные какие-то, наверное, да? А нельзя что-нибудь послабее мне? А то вот эти вот что-то вот подобное, я не знаю, что, но вот тоже что-то там антидепрессанты или что-то такое соседка моя принимала, она вот до сих пор уже, не знаю, который год пьет. То ли неврологи там назначил, то ли еще кто-то, не знаю, этим словом. Я не привыкла такой, я не знаю. Меня просто терапевт направил к вам, я не знаю. Я боюсь. А как я потом слезу с них? Я привыкла, вот пустырник там, может быть, на ночь иногда корвалолечку в водичку покапать, там иногда с княчком тоже можно. Но так, чтобы какие-то такие серьезные, я не знаю. Мне кажется, они очень сильные. Может быть, что-нибудь послабее пока что. Я как-то принимала, как-то он называется так, как-то гран... Да, грандоксин, да. Да, помог где-то на недельку, на первую, да, потом вот, ну, потом, да, похуже стало. Вот, собственно. Ну, может быть, что-нибудь все-таки послабее. Вот, как вы понимаете, с разными пациентами приходится встречаться, и кто-то там стесняется задавать вопросы, кто-то боится какой-то силы каких-то там антидепрессантов. Обычно все боятся почему-то, что если тебе назначает психиатр или психотерапевт лечение, какие-то таблетки, и ты их называешь, не дай бог, антидепрессантами, то все, это клеймо на всю жизнь. Это значит, я сразу, как показывал, да, многие пациенты совсем говорят, у меня кукуха, уже все, да, пора. Вот. На самом деле в этом чаще всего ничего страшного может и не быть. То есть, если специалист посчитал нужным назначить антидепрессант, то если у вас есть какие-то сомнения, вы можете любые вопросы, которые у вас возникают в связи с назначением, задать. А обязательно ли вам нужен этот препарат? Чем был мотивирован, значит, врач-психиатр, когда решил, что именно такое лечение вам нужно назначить? Как долго вам принимать эти препараты? Вызовут ли они у вас зависимость? Насколько они необходимы именно сейчас, да? Может быть, можно подождать заняться психотерапией на какое-то время или там еще какими-то альтернативными подходами. Вот. Любые вопросы, которые вас беспокоят, которые вы считаете, что там вам принципиально знать, да, ответ на них, вы адресуете своему лечащему врачу. Он обязан на любые из них ответить. Ну, в зависимости от того, конечно, если берем ПНД, сколько у него времени, выгоревший он или не выгоревший, пробежала там черная кошка дорогу ему или не пробежала. Если пробежала, то вполне возможно, если он верит в какую-то подобную дичь, то он подумает, что лучше не затягивать этот разговор. Вот. Поэтому задача врача – это назначить правильное лечение и в любом случае суметь объяснить пациенту, чем, значит, чем оправдано именно такое назначение. А ваша задача, чтобы успокоиться, чтобы понять, что вам не хотят навредить, а вам хотят помочь. Вы должны убедиться, что врач достаточно, в достаточной степени способен вам объяснить, чем он руководствуется, да, какими, значит, знаниями, предположениями, возможно, убеждениями. Может, он уверен на 100%, а может, процентов на 50%. Вот он вам может сказать, вы знаете, я пока что не знаю, что точно с вами происходит, мне нужна там дополнительная встреча еще, да, допустим, сейчас время у нас ограничено. Но пока что вот в данный момент я могу вам назначить то-то и то-то. И это достаточно безопасно, и это прояснит ситуацию. Вот. Вы можете задавать любой вопрос уточняющий для того, чтобы снизить уровень вашей тревожности. Ваш лечащий врач обязан ответить на все вопросы максимально доходчиво и даже может на основании некоторых ваших, там, озабоченностей, да, некоторых ваших тревожностей, да, по поводу каких-то состояний, каких-то препаратов, сделать еще дополнительные выводы. Чем более открытым вы будете во время диалога с доктором, тем больше шансов, что ему станет ваш кейс, ваш клинический случай понятнее, и он более прицельный, более точно назначит свое лечение. Если это видео вам было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. В силу моих возможностей я постараюсь на них ответить.